Отвыкнуть от калорийной новогодней диеты особенно не просто тем, кто уже весит больше тонны и живет в холодных водах Тихого океана. А если перед носом целый камаз переработанных рыбных отходов, можно и с товарищем поделиться. Проголодавшиеся камчатские сивучи так и решили, пока один из морских львов отвлекал сторожевого пса, другой отправился на дело. Чем дело кончилось, выяснила Дарья Окунева. Дерзкое нападение на грузовик в Петропавловске-Камчатском. Огромный морской лев Сивуч, встав на хвост, пытается дотянуться до кузова с рыбой, пока его сообщник отвлекает внимание прохожих и собак. Ни собака, ни собака, пофигу ему. Сивучи-разбойники из стаи местных морских львов. Несколько лет назад они облюбовали для зимнего лежбища пирс прямо в городской черте. Сначала отношения с людьми складывались не очень. В Сивучей кидали бутылки и стреляли из пневматики. Выгнали тебя. Вот паразиты жадные, да? Возле пирса даже пришлось установить ограждения и щиты с напоминанием о том, что Сивучи занесены в Красную книгу. Но вскоре львы в городе освоились. Теперь у них целых три лежбища, одно из которых возле рыбзавода. Там они воруют уже в особо крупных размерах. Виталь, не пугай, Виталь, пусть рыбку свистнет. А если что не так, повышают голос. Смотри, смотри. Собак не боятся и даже гоняют. Попрошайничают не хуже дрессированных. И как морские волки берут на абордаж рыбацкие суда. Мужики, полез! Всё дело в том, что у Сивучей львиный аппетит. Но из-за сокращения рыбных запасов в Тихом океане достать любимое лакомство с каждым годом им сложнее, считает биолог и коренной камчатец Андрей Винников. Северный морской терпук резко сократил свою численность по естественным причинам. Привычка попрошайничать и грабить на пользу Сивучам не пойдёт, говорят специалисты. Они могут утратить охотничьи навыки, необходимые для жизни в природе. Соседство с дикими зверями опасно и для жителей Петропавловска. Морской лев может весить до тонны, а в длину достигать трёх метров. Он развивает довольно хорошую скорость в рывке, а он может укусить. Прогонять Сивучей с места их лежбища никто, конечно, не собирается. Но в городе уже вполне серьёзно обсуждают вопрос, как укрепить набережную, чтобы защитить животных и людей друг от друга. Дарёк, Невана Митрохина, Лаура Половандова. Вести. Ещё один круг. Т-34. Уже в кино. Т-34. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...